Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале АЭС в студии Дарья Андреева и традиционно в начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весеннее половодие под контролем. Оперативные группы следят за гидрообстановкой в восьми районах Иркутской области, сообщают в МЧС. Спасатели информируют жителей о порядке действий в случае возможной эвакуации. Специалисты группы беспилотных авиасистем проводят разведку на затороопасных участках рек и превентивные работы для безаварийного пропуска паводковых вод. Сотрудники МЧС, специализированной пожарно-спасательной части, Байкальского поискового спасательного отряда МЧС и пожарно-спасательной службы работают в Тайшетском, Чунском, Зиминском, Нижнеудинском районах, также в Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском и в Казачинско-Ленском. Контроль паводковой обстановки на территории Казачинско-Ленского муниципального района осуществляется межведомственной оперативной группой по безаварийному прохождению весенних паводок. В настоящий момент гидрологическая обстановка стабильная, потопленных населенных пунктов нет. На территории района уровень воды значительно ниже критических отметок. Органы управления и силы к реагированию готовы. Противопаводковые работы на затороопасных участках рек завершили во всех муниципальных образованиях области, за исключением Катанского района. Там работы проведут 30 апреля. Специалисты используют пиление и чернение льда. Это способствует его ослаблению. Для контроля гидрообстановки задействованы штатные посты наблюдения. В паводковый период организуют работу временных гидрологических постов. Убийство собаки Йоси в поселке Первомайский в Иркутском районе продолжает будоражить общественность. Правоохранительные органы ждут результаты экспертизы тела животного. Губернатор Иркутской области держит ситуацию на контроле. И еще сегодня официальную версию озвучила представитель мужчины, на территорию участка которого забежала собака Йося. Подробности узнавала Дарья Пастушенко. Материалы об административном правонарушении по делу о стрельбе в населенном пункте сейчас переданы в суд. Сообщают в полиции. Сотрудники изъяли у подозреваемого две единицы огнестрельного оружия, а тело собаки Йоси находится на экспертизе. Ее результаты ждут в конце этой недели. Действия гражданина могут быть квалифицированы по статье 167 Уголовного кодекса. Это умышленное уничтожение имущества. Так как по действующему законодательству собака является имуществом. И это только в том случае, если собака не нападала на данного гражданина. Также речь может идти о статье 245 Уголовного кодекса. Это жестокое обращение с животными. Сегодня официальный комментарий дал и собственник участка, на территорию которого забежала погибшая собака. Представитель мужчины рассказала, животное забежало без ошейника на угодье фермера, затоптало 10 кур. Тем самым собака нанесла ему ущерб почти в 10 тысяч рублей. Мужчина попытался ее прогнать, но по его словам она проявила агрессию. Как сообщила представитель Елена Гмаюнова, после этого фермер взял ружье и выстрелил. Защитница добавила, мужчина не впервые сталкивается с нападением собак на свое хозяйство и призывает людей следить за своими питомцами. В соответствии с законом Иркутской области, домашние животные должны находиться на улице в сопровождении своих хозяев на поводке. Хочу сказать, что давайте мы будем оставаться людьми, прекратите, пожалуйста, травить фермера и его семью. Семья его точно ни в чем не виновата. Как сообщила хозяйка застреленной собаки, сейчас их семья осталась без воды и света. Люди были подключены к электроподстанции фермера и после конфликта электричество им стало недоступно. Дарья Пастушенко, Сергей Коваленков. Новости сейчас. В Иркутске четыре пенсионера суммарно лишились свыше полутора миллионов рублей. 20-летнюю пособницу мошенников задержали полицейские. Иркутянка, ранее не имевшая проблем с законом, решила заработать. Позже поняла, что участвует в преступлении, но продолжала выполнять требования кураторов. По информации МВД, в течение недели поступило три сообщения людей от 78 до 86 лет о том, что их обманули аферисты, а деньги забрала девушка. Злоумышленники звонили пострадавшим на домашние телефоны, представлялись родственниками, которые попали в аварию. Затем просили собрать вещи в больницу, якобы для лечения жертвы ДТП, и положить в пакет деньги. С второго заказа поняла то, что это мошенничество идет. То есть звонят пожилым людям и говорят то, что кто-то из них в беде, ну, родные. Просто сказала то, что я ухожу и должна была отработать две недели. На домашний телефон поступил звонок. И молодая девушка мне показалась голос моей внучки. Сказала, что баба я попала в аварию, а, переходила дорогу в неположенном месте, и меня сшибла машина. 30 лет исполнилось законодательному собранию Иркутской области. Первая сессия парламента состоялась 20 апреля 1994 года. Глава при Ангаре Игорь Кобзев отметил, что на протяжении трех десятилетий депутаты достойно представляли и отстаивали интересы жителей региона. Вносили большой вклад в его развитие. Депутатский корпус, по словам губернатора, всегда был инициативным и высокообразованным. Каждый созыв решал глобальные задачи. От принятия устава Иркутской области до формирования многопартийной структуры собрания. Наша область – мощный опорный регион страны. Мы гордимся ее масштабами. Рост экономики говорит о преемственности в стратегии развития при Ангаре, которая опирается на непрерывность и последовательность действий исполнительной и законодательной власти региона. Желаю всем депутатам законодательного собрания крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Иркутской области и Российской Федерации. Большое спасибо всем созывам депутатского корпуса за их активную, смелую позицию по созданию регионального законодательства. Ну а нынешнему составу законодательного собрания я желаю энергии, чтобы решительно отстаивать, с чистыми помыслами, от всего сердца, отстаивать интересы жителей при Ангаре. С праздником вас, дорогие коллеги! Ухудшение погоды ожидается сегодня ночью. По предварительным прогнозам синоптиков, улучшение не предвидится до праздничных выходных. Температура ночью в Иркутске в течение этой недели будет опускаться до минус 5 градусов, а местами по области до минус 8. Днем столбик термометра поднимется до плюс 9. В среду в Приангаре ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На высотах устанавливается поле пониженного давления, то есть это обширный малоподвижный циклон. Соответственно, до конца рабочей недели будет преобладать неустойчивые осадки погоды. Осадки пройдут дождем, мокрым снегом и снегом. Ветер будет усиливаться до 14-15 метров в секунду и, соответственно, будет низкий температурный фон. Предположительно, ниже нормы на 1-2, в отдельных районах 3 градуса. И перейдем к главным новостям к этому часу. В России стартовала шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 апреля. После наступят долгожданные майские праздники. Согласно утвержденному правительством России производственному календарю, отдых запланирован с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Выходной с 27 апреля перенесен на 29, что привело к шестидневной рабочей неделе перед майскими праздниками. А выходной со 2 ноября перенесли на 30 апреля. Четыре нерабочих дня с 9 по 12 мая стали возможны благодаря переносу праздничного дня с 6 января на 10 мая. Продажи сигарет в России снизились почти в полтора раза. В Минздраве отмечают, что в 2023 году их доля сократилась до 1000 штук на человека. При этом все больше россиян стали вести здоровый образ жизни. За год их число выросло с 7,2% до 9,1% на 100 тысяч населения. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, к 2030 году планируется снизить распространенность курения на 18,6%. А потребление алкоголя – до 8,4 литра на душу населения. Рекордную активность клещей отметили в Роспотребнадзоре. За помощью к врачам в России уже обратились около 4 тысяч человек. А в Иркутской области только за прошлую неделю поступило 201 жалоба. Из общего количества случаев медики исследовали 165. Результаты неутешительные. 36 человек заражены баралиозом, 1 – энцефалитом и 10 – другими клещевыми инфекциями. Врачи настоятельно рекомендуют делать прививку, а также соблюдать меры профилактики при поездке за город. В случае укуса клеща обязательно обратиться в медицинскую организацию. Несмотря на дождливую погоду, в минувшие выходные тысячи иркутян, вооружившись граблями и метлами, вышли на общегородской субботник. В этом году в большой уборке участвовало около 8 тысяч жителей города и почти 500 предприятий. Какие улицы и дворы в Иркутске успели убрать и сколько мусора собрали, узнал наш корреспондент Виктор Рамзайкин. Решили убираться, потому что города иркутска грязная. Здесь будем убираться. Юный иркутянин Максим Калугин вместе с папой убирает прошлогоднюю листву во дворе дома на улице Трелиссера. В это же время другие жители занимаются обрезкой деревьев и сбором крупного мусора. Генеральная уборка города прошла в минувшие выходные. Общегородской субботник объединил тысячи иркутян, чтобы к летнему сезону сделать наш город чище и красивее. Тут же мы ходим постоянно. Магазин, куда-то еще пошли. Если везде мусор, у меня это как горешек. Также на субботник вышли все сотрудники мэрии. Глава города вместе с иркутянами убирались на площадки между домами 126 и 128 по улице Трелиссера. Еще несколько лет назад на этом месте стояло 5 деревянных аварийных домов, жителей которых расселили в благоустроенные современные квартиры. А на этом месте разбили парк. В ближайшие годы здесь планируют построить корпус начальной школы, а также благоустроить прилегающую территорию. Глава областного центра также отметил, что сейчас в Иркутске идет месячник санитарной очистки. Во всех округах уже прошли сотни мероприятий. Около 8 тысяч жителей из сотни предприятий убрали более 4 гектаров территории, устранили 90 несанкционированных свалок и вывезли 140 тонн мусора. Здесь детский сад, который нуждается в модернизации. Соответственно, мы подбираем площадку для того, чтобы построить полноценный детский сад. Ну а сейчас приводим эту территорию в порядок, чтобы все видели, что даже те участки, которые планируются в городе под развитие, тем не менее, убираются, содержатся. Вот здесь мы с депутатским корпусом, с нашими, с ребятами, с моими коллегами, с управляющими компаниями работаем. Ну, для того, чтобы было приятно, комфортно в городе жить. Кроме того, уборку провели на левом и правом берегах Ушаковки и Ангары, в районе улицы Верхняя Набережная и у острове Конный, на участке от бульвара Постышева до плотины ГЭС. Виктор Амзайкин. Новости сейчас. Еще один субботник. Среди тех, кто очищал улицы от мусора, превозмогая ветер и дождь, были не только представители власти, но и учебных заведений, садоводств и организаций. К масштабной уборке присоединились мои коллеги Элина Собенникова и Иван Прокудин. Подробности смотрите в следующем сюжете. Иркутская нефтяная компания традиционно решила присоединиться к уборке улиц. В этом году участие в субботнике приняло более 150 сотрудников. Местом уборки стал правый берег Ангары у садового товарищества «Прибрежная-2». Даже холодная и ветреная погода не остановила собравшихся активистов. Более того, многие приехали семьями, взяли с собой детей, чтобы с малого возраста показать, насколько важно заботиться об окружающей среде. Самому юному участнику всего 4 года. Глеб пришел на свой первый субботник с родителями. На вопрос, почему важно убираться, отвечает по-детски искренне. Потому что город может превратиться в помойку. На самом деле я просто стараюсь привлекать своих детей к помощи ухода за природой, чтобы мы все вместе, с семьей, дружно. Это же очень важно для будущего, для будущего нашего поколения. Сохранение экосистемы и бережное отношение к окружающей среде – один из приоритетов в работе компании. Подобного рода субботники у нас каждый год планово проходят, в том числе, не только где находятся наши офисы, и в Иркутске, и в Бузькуте, но и там, где мы осуществляем производственную деятельность. Поэтому это, в общем-то, часть традиционной деятельности компании, и мы, собственно, не видим в этом какого-то рекорда, подвига и так далее. То есть это естественная часть процесса. Можно сказать, что субботник для сотрудников ИНК прошел плодотворно. За полтора часа работы собрали 350 мешков с отходами. А это значительный вклад в общее дело. По результатам общегородской масштабной уборки, которая прошла более чем на 100 территориях, жители Иркутска устранили 90 несанкционированных свалок и вывезли 138 тонн мусора. Элина Сабинникова, Иван Прокудин. Новости сейчас. В Иркутском драматическом театре готовят спектакль в честь юбилея легендарного барда Булата Акуджавы. 9 мая ему исполнилось бы 100 лет. Режиссером музыкально-поэтической постановки под управлением любви стал заслуженный артист России Яков Воронов. Спектакль пройдет в ретро-формате. В нем будут участвовать Антон Залетин, Алексей Орлов I и Алексей Орлов II, а также Сергей Кашуцкий и Ольга Шмидгаль. Охлопковцы разных поколений споют, прочитают стихи юбиляра. Премьера спектакля-концерта состоится 8 мая на основной сцене. Приехав из Европы, он навсегда остался в сердцах любителей спорта и сприангария. Столетие иркутского хоккея с мячом отметили накануне ветерана этого вида спорта. Хоккеисты, тренеры и спортивные функционеры, навсегда сделавшие его самым популярным в городе, собрались в Ледовом дворце Байкал. Благодаря чему Бенди стал национальным иркутским видом спорта. Подробнее в материале Александра Гаврилова. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Я от всей души рад приветствовать вас в этом зале на торжественном заседании, посвященном 100-летию иркутского хоккея с мячом. Этот голос знает каждый иркутский болельщик. Сослуженный артист России Яков Воронов для спортивной аудитории, в первую очередь символ хоккея с мячом. Под его комментарии Сипскана, а затем и Байкалнерги одерживали свои победы, ставшие историческими. Без Якова Михайловича никуда и в знаковых моментах. Вот он ведет церемонию закрытия сезона среди героев той команды Евгений Рахтин. Игрок Сипсканы, тренер Байкалнерги. И хоть сейчас он работает с другой командой в другом городе, сердцем всегда с иркутском. Тут мой дом, тут у меня, ну, вся моя, наверное, вся моя жизнь. Да, родина у меня в городе Абакане. Сейчас так получилось, что я тренирую команду Саяны. Но всем сердцем, всей душой я нахожусь здесь, в Иркутске. Мне очень приятно бывать на таких мероприятиях. На празднике ветераны Иркутского национального вида спорта искали себя на фотографиях, где они юные, дерзкие, независимые, готовые всегда показать тот самый почерк, по которому везде узнавали команду из Приангария. Созданная тогда Владимиром Матьенко живет до сих пор и вызывает множество эмоций во всей стране. Сегодня мы делаем, развиваемся, проводим много соревнований в тесном контакте, в тесном сотрудничестве с Федерацией хоккея с мячом России. Вот даже последние турниры новые, да, там Байкальская Нерпа и так далее. Опять нам отдадут много турниров в Федерации на следующий год. Это все благодаря тому, что ребята, парни тоже очень трудолюбивые в Федерации хоккея с мячом России, которые вместе с нами делают большое дело, пропагандируя, развивая хоккей с мячом. Владимир Матьенко уже более 30 лет возглавляет региональную федерацию хоккея с мячом. За это время Иркутск установил множество рекордов. Одно из самых знаковых достижений не побито до сих пор. Так, на матч Сепска-Наеводника в конце 90-х пришло более 30 тысяч болельщиков. Люди приходили даже со своими стульями. Я, когда проживал на другой территории, слышал об этой истории, когда Сепска-Наеводник Архангельский собрала 30 тысяч жителей. И это мы так тоже эмоционально воспринимали, когда вот ничья сорвала золотые медали. Да, так мы говорим. Жалко. Ну, ничего, зато в этом плане есть что вспомнить. И болельщик, который всегда был с вами, с командой, это самый основной партнер. И хоть побед в Суперлиге команды из столицы Приангария пока не одерживали. Люди, сидящие в зале, уверены. Во всей стране, говоря про хоккей с мячом, сразу же вспоминают Иркутск. Александр Гаврилов, Сергей Коваленков. Новости сейчас. Первое место в общекомандном зачете на первенстве Сибирского федерального округа по боксу завоевали спортсмены Иркутской области. Они взяли пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. Первые места у Егора Сазонова, Никиты Сина, Алексея Федосеева, Алексея Брагина и Егора Бутакова. Победители этого турнира получили право участвовать в первенстве России по боксу среди юниоров до 18 лет. Турнир с 30 апреля по 12 мая пройдет во Владикавказе. Команда Иркутская область «Комсомол» заняла третье место на чемпионате России по керлингу. Соревнования проходили в Сочи. Победителями турнира стали керлингисты из Санкт-Петербурга. Иркутяне выступали в группе «А», где соревновались сильнейшие команды страны. Сейчас спортсмены начнут усиленно готовиться к чемпионату России по керлингу среди смешанных команд. Он стартует 15 мая в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске. Всего в нем будут участвовать 16 коллективов из 9 регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Иркутяне заняли четвертое место в командном зачете на четвертом Всероссийском фестивале чемпионов игры ГТО. Соревнования прошли с 18 по 21 апреля в Сочи. Их приурочили к десятилетию возрождения комплекса ГТО в России. Фестиваль провели в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». В финале за победу боролось 8 команд из разных регионов России. По ходу выполнения финального комплекса, который длился почти 38 минут, наша команда ликвидировала отставание. Но от третьего места ее отделило всего несколько секунд. В личном зачете среди профессионалов Айжан Жарасова взяла третье место. А Максим Майоров – десятое. Среди любителей Алексей Щербак в упорной борьбе стал четвертым. Юлия Коноваленкова, второй. Вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте. АСТВ.ру и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. А прямо сейчас прогноз погоды. После него я к вам обязательно вернусь. АСТВ.ру и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Так, сейчас прямо, потом налево. Отвлекаешься за рулем? Вот, посмотрите. Вот сюда. Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. Здравствуйте, мои любимые земляки. За окном может быть пасмурно, но в нашей студии всегда солнечно. Ведь мы готовы осветить ваш день ярким прогнозом погоды. В эфире «Атмосфера». Прогноз погоды на телеканале «Аист». С вами я, Солнцеслав Сибиряков, ваш нейросетевой ведущий прогноза погоды. Давайте узнаем, что же нас ожидает во вторник 23 апреля. Кстати, спонсором этого выпуска прогноза погоды является наш телеканал «Аист». Но если ваша компания хочет выступить спонсором прогноза погоды, мы готовы встретить вас с распростертыми облаками и предложить самые неожиданные варианты нейросетевой интеграции. В общем, пишите нам и все обсудим. 23 апреля, ровно 188 лет назад, в Петербурге вышел первый номер легендарного журнала «Современник». Его основателем и редактором стал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Журнал выходил четыре раза в год. В нем публиковались стихи, проза и другие материалы таких авторов, как Николай Гоголь, Василий Жуковский, Александр Тургенев и другие. Именно Александр Сергеевич открыл для читателей молодого поэта Федора Ивановича Тютчева. Это произошло на странице «Современника». В журнале был представлен весь «Золотой век» русской литературы. В Байкальске днем плюс 7 градусов, ночью столбик термометра опустится до плюс 1 градуса. Пасмурно. Атмосферное давление в пределах нормы. В Усолье-Сибирском пасмурная погода. Ночью 0 градусов, а днем 9 градусов Цельсия со знаком «плюс». Ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Братске пасмурно. Днем плюс 5 градусов. Ночью столбик термометра опустится до отметки 2 градуса со знаком «минус». Порывы ветра до 5 метров в секунду. В Тулане ожидается пасмурная погода. Днем плюс 7, а ночью 1 градус со знаком «минус». Ветер северо-западный 3 метра в секунду. 23 апреля в Иркутске ожидается пасмурная погода. Днем столбик термометра достигнет отметки плюс 9 градусов, а ночью опустится до плюс 1 градуса Цельсия. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Порывы до 6 метров в секунду. Весна пришла с облачным настроением, но мы всегда можем привести с собой солнечный дух и улыбку. Атмосферное давление в пределах нормы 718 миллиметров ртутного столба. Исторический минимум в этот день минус 16 градусов, а максимум 24 градуса со знаком «плюс». Сегодня на небе мы наблюдаем растущую луну. Спасибо, что были с нами. Следите за погодой, берегите себя и будьте всегда подготовлены к любым ее капризам. До встречи и помните, атмосфера вашего дня начинается здесь, на телеканале Аист, где погода становится ясной для каждого. Только что вы узнали прогноз погоды на завтра. А прямо сейчас на связи со мной ведущие программы «Команда А». Станислав Иван, здравствуйте. Расскажите, о чем сегодня будете разговаривать. Даша, добрый вечер. Сегодня, сегодня праздник у ребят. Сегодня спецпроект в «Команде А». Да, и у нас, кстати, Дарья, вы знаете, традиционно уже стало быть включение нас с вами в эфир. Вопрос. Вы нас хорошо слышите, Дарья? Еще раз повторись, пожалуйста. Сейчас пытается, да, сейчас. А передайте это, пожалуйста, в студию. Смотрите, сегодня день рождения Ильича, все верно? Владимир Ильича, да. Уважаемый Дарья, скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько стоит полное собрание сочинений Ленина? Я знаю правильный ответ. Нет, я тоже знаю. Дарья, Маш? Ну, не знаю, наверное, очень много, больше миллиона, я так думаю. Давайте так, не будем тянуть, это бесценно. Абсолютно. Это бесценно, да. Сегодня еще родился Кант и Оппенгеймер. Развлекай и просвещай, слоган нашего альманаха. Кто забыл, это «Команда А». И у нас сегодня спецпроект, и мы будем говорить о мотивации. О мотивации, и наш сегодняшний эфир будет полезен предпринимателям. Тем, кто хотел бы им стать, вот я вот так бы сказал, я сегодня отношусь именно к этому. Тем, кто стал предпринимателем, хочет масштабировать свой бизнес, и тем, кто вообще не имеет отношения к предпринимательству, находится в затруднительной, может быть, какой-то ситуации, и наши гости через свои истории, возможно, помогут ему сделать следующий правильный шаг. Мы точно знаем, что нас подсматривают всякие там миллиардеры и повелители мира всего, поэтому вам тоже сегодня будет интересно посмотреть. Вот такой выпуск «Команда А» сегодня ожидается. Я так понимаю, что тема предстоит очень интересная для обсуждения, ну а вам я желаю хорошего эфира. А к этому часу у нас были все новости, не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok